Следующий докладчик Михаил Леонидович Фирсов. Его доклад «Эволюция фоторецепторов позвоночных». Уважаемые коллеги, все-таки так слышно или плохо? Палочки и клопочки, сетчатки позвоночных – это удивительные клетки, которые развили в себе каждое по-своему уникальные способности. Палочки, как вы знаете, это чувствительные рецепторы, способные реагировать на одиночные кванты. В этом смысле они не просто очень чувствительные, они предельно чувствительные. Они характеризуются медленным ответом, некоторой степенью способностью к адаптации. И в отличие от них, колбочки – это рецепторы, обеспечивающие очень быстрый ответ. Они адаптируются быстро, но чувствительность их низка. И вот все вместе – это называется дуплексная сетчатка. Сетчатка позвоночных имеет дуплексный характер. И именно это и позволяет сетчатке позвоночных работать в таком гигантском диапазоне интенсивности. От до 10 порядков считается, даже больше иногда. И в то же время в условиях очень низкой интенсивности работать в режиме счета отдельных квантов. И что-то еще видеть даже в условиях вовле отдельных квантов. И вот сегодняшняя моя презентация будет о том, зачем нужна дуплексная сетчатка, как она появилась и кто эволюционно предшественник кого. Палочки-кобочек или кобочки-палочек. Вот небольшой экскурс в историю. По современным представлениям, видимо, первые апсины появились на заре ранних многоклеточных. Тогда это были белки, произошедшие недавно от какого-то предшественника рецептора мелатонина. Их легант, ретинолидегид, еще не был ковалентно связан с основанием. Скорее всего, они были чувствительны не в зрительной, а в ультрафиолетовой области. Затем, перед разделением на первичных и вторичных ротах, произошла дупликация гена. И появились так называемые R-апсины и C-апсины. R – это рапдомерные апсины, которые потом дали начало огромному семейству апсинов, работающих в рапдомерных клетках бесплодоночных, в частности, в течение стоногих. И C-апсины – это целиарные апсины, работающие в целиарных клетках современных позвоночных, камерных глазах. Затем появляются структуры, в которых, собственно, сконцентрированы фоторесепторы. Это еще не глаза, это такие островки, вот в частности, ванцетник, где имеются небольшие структуры вдоль нервной трубки. Там нет никакой оптики, сетчатка односвоенная, все нервы являются первичными, саксонами. Обработки, по-видимому, тоже никакой. То есть это, так сказать, еще совершенно не глаза, даже близко к современному смыслу. Затем C-апсин разделяется, мы рассматриваем дальше только целиарные, разделяется на кратковолновую и длинноволновую. Апсины в результате дупликации, и они разъезжаются по спектрам. И, наконец, где-то вот 2Р, это обозначено событие, называется двойная дупликация генома, предшествующая образованию позвоночных. И вот где-то незадолго до этого 2Р события происходит еще одна дупликация, в результате появляется один длинноволновый и четыре коротковолновых рецептора апсина. И незадолго до отделения круговоротных от позвоночных происходит выделение павочкового пигмента от коротковолнового колбочкового пигмента SWS2. В это же время примерно относится и появление павочек, собственно, как отдельных рецепторов, и разделение белков каскада трансдукции на специфичную павочковую и специфичную колбочковую. Почему мы все это можем сейчас утверждать? Ну вот посмотрим на сетчатку миноги. Это, по сути дела, уже сетчатка почти современного типа. В ней есть фоторецепторы, еще нельзя говорить о палочках и копочках, но фоторецепторы двух разных типов прослеживаются отчетливо, которые, видимо, являются протопалочками и протоковочками. Сетчатка трехслойная, там уже есть интернейроны, обработка, и там есть несколько рецепторов. По-видимому, первоначально разъезжание рецепторов по спектру не имело целью создания именно цветового зрения. Скорее всего, это была попытка, так сказать, широкого охвата спектра. Но зачем? Затем на основе вот этого, на основе нескольких спектральных типов были созданы системы извлечения цветового контраста. То есть, безусловно, палочки эволюционно-вторичны по отношению к колбочкам. Палочки, как я уже говорил, предельно чувствительны, так сказать, достигли совершенства. И поэтому в каком-то смысле утвердилось представление о колбочках, как о неких таких эволюционных неудачниках, которые, вот из них кто-то развелся в палочке, а кто-то не смог, и так и остался низкочувствительным рецептором. Вот попробуем показать, что это не совсем так. Так, колбочки, значит, вот на этих записях хорошо видно, более чем в 100 раз менее чувствительны, и их ответы гораздо быстрее. Я обращаю ваше внимание на то, что вот эта временная шкала, она на порядок быстрее, чем у палочек. Это записи, сделанные при помощи, так называемой, всасывающей пипетки, записи фототока. И вот хорошо видно, что и на графике ответ-интенсивность тоже более чем на два порядка разъезжаются кривые для палочек и колбочек. И в палочках, и в колбочках работает номинально одинаковый каскад фототрансдукции. Я позволю очень вкратце напомнить о его принципах. В темноте есть спокойный белок-рецептор, G-белки, и фосфодиэстераза ЦГМФ специфичная работает на низком уровне. Соответственно, уровень ЦГМФ в клетке высокий, и каналы ЦГМФ-зависимые открыты. Активация рецептора приводит к активации G-белков, нескольких сотен на один рецептор. Активация фосфодиэстераза, снижение уровня ЦГМФ, закрытие каналов. И обратный процесс – это выключение активного белка рецептора, выключение активной фосфодиэстеразы. И этот процесс ускоряется так называемой кальциообратной связью, которая ускоряет и тот, и другой процесс. А вот эта схема практически дублирует предыдущую, за одним исключением. В ней просто хорошо видно, что и все ключевые члены каскады фототрансдукции существуют в двух вариантах – в палочковом и колбочком. Вот синенький – это палочковый вариант, а красненький – это колбочковый. И вот вопрос, за счет чего колбочки менее чувствительны, чем палочки? За счет более быстрого выключения, за счет более медленного включения или за счет и того, и другого? Попробуем на этот вопрос ответить. При помощи математической модели, которая была создана в нашей аппаратуре Виктором Савичем Гвардовским, доктором биологических наук, вот ключевые параметры, которые изучались при помощи этой модели. Скорость активации фосфодиэстеразы, скорость выключения радопсина, выключение фосфодиэстеразы, кругооборот ЦГМФ, усиление кальциевой обратной связи и скорость оборота кальциевой обратной связи. Для уточнения параметров в любой многопераметрической математической модели обычно требуется ряд экспериментов, поставленных в неких независимых условиях. В данном случае мы широко использовали метод так называемого кальциевого клампа. При этом при помощи специальных методик в клетке фиксируется уровень кальция, он не меняется, и, соответственно, существенно упрощается математическая обработка результатов. Вот на этой картинке вы видите ответ, записанный в нормальных условиях, в условиях кальциевого клампа, когда регулировка выключения выключена. И вот хорошо видно, на нижней половинке этого слайда, вот эти записи, это не фотоответы, это кривые активности фосфодиэстераз. Вот видно, что насколько быстрее работает колбочка по сравнению с палочкой. Вот еще хороший пример, зачем нужна модель. Традиционно в случае палочек скорость активации каскада измеряет при помощи описания начального участка параболой. И параметры этой параболы означают скорость активации. Так вот, в случае колбочек этот фокус не работает, потому что одновременно с активацией резко включаются процессы инактивации, кроме того, у палочек существенно на фотоответ влияют фильтрации клеточных мембран. Поэтому применение модели позволило показать, что реальная скорость выключения, вот она показана кривой номер 4, на самом деле гораздо быстрее номинально извлекаемой из параболы. Без модели это было бы показать невозможно. Вот результат применения модели. Мы показали, что скорость активации фосфодейстой разы в колбочках столь же высока, как и в палочках. Однако скорость выключения и родопсина, и фосфодейстой разы, и скорость кольцо-обратной связи на порядок больше. То есть ответ такой. Колбочки развили столь же эффективный каскад фототрансдукции, как и палочки, однако они одновременно развили механизмы, намного ускоряющие его выключение. Это ускорение достигается, во-первых, за счет более высокой активности родопсин киназы, которая выключает активированный белок-рецептор, а также более высокой концентрации этой родопсин киназы. Кроме того, это более высокий уровень экспрессии белков, так называемого фосфодейстой разного гидрофазного комплекса. То есть это белки, которые ускоряют гидроль с ГТФ на активированной фосфодейстой разе. Таким образом, он ускоряет ее выключение. И, наконец, это более быстрый обмен пула ЦГМФ в темноте, благодаря высокой базальной ацетинности фосфодейстой разе, гоню ациквазы. И более быстрая работа кольца обратной связи. Вот эти все четыре механизма на порядок ускоряют выключение колбочек. И еще одна особенность колбочек в том, что они никогда не насыщаются. Палочки при председательном, так сказать, уровне, ну, так сказать, слабого рассвета уже выключаются. Вот вы видите запись фототока. Фототока палочки при умеренных засветках. Вот ток закрылся и больше не реагирует на вспышки. Колбочки после короткого периода закрывания снова открываются. Причем в зависимости от интенсивности фоновой засветки. Быстрее или медленнее. Но открывается все равно. Почему? Дело в том, что у колбочек, помимо, естественно, более низкой чувствительности, это тоже фактор, который, так сказать, вносит свой вклад в их ненасыщение, еще есть система автоматической регулировки обеспечения зрительного пигмента. Вот та же самая картинка, которую я только что показывал. Вот это вот процесс постепенного открывания канала в колбочке. Это на самом деле процесс выцветания зрительного пигмента. Через какое-то время, здесь просто запись не закончена, через какое-то время он придет в состояние стационарное, и эта зона станет, так сказать, плоской. То есть количество обеспеченного пигмента будет равно количеству регенерированного. При помощи каких механизмов это достигается? Во-первых, гораздо более быстрый распад в колбочках метапродуктов. Метапродукты, напомню, это те самые продукты, которые... Это то состояние пигмента, которое и запускает процесс трансдукции. Вот записи микроспетрофилтометрические, сделанные тоже в нашей лаборатории. Это вот черные кривые, это скорость распада метапродуктов палочковых. Вот эти вот. А вот это метапродукты колбочковые. Ну и хорошо видно, насколько они быстрее распадаются. А быстро распавшись, они снова готовы к регенерации. И второй механизм это дополнительные пути снабжения колбочек хромофором, один с ретиналем. Вот если у палочек только один традиционный путь пополнения пигмента ретиналем, это при помощи клеток пигментного эпителия, то у колбочек существует второй дублирующий путь через мюлеровские глиальные клетки. Таким образом, скорость снабжения палочек хромофором для регенерации пигмента намного больше. Ну и вот, так сказать, суммиро все вышесказанное. Хочется сказать, что колбочки выбрали революционную стратегию размена чувствительности на скорость реакции. Они обладают столь же эффективным каскадом, как и палочки, который гораздо раньше тем не менее выключается и не насыщается при любых уровнях хроновой освещенности за счет механизмов как быстрого фотолиза, так и дополнительных путей снабжения регенерированным хромофором. И главное заключение моей презентации состоит в том, что отвечая на вопрос эволюционной первичности палочек или колбочек, видимо, следует сказать, что ни те, ни другие. То есть, когда-то палочки и колбочки разделились, видимо, возникли одновременно с позвоночными современными, прошли каждый свой путь, и их общий предок скорее всего не был ни тем, ни другим, а чем-то гораздо более примитивным. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Леонидович. Один вопрос. Я, конечно, забыл показать, собственно говоря, главных автор этой работы. Извините. Дорогие друзья, ну, конечно, Виктор Савич Гвардовский, который много лет возглавлял нашу лабораторию, лабораторию эволюции органов чувств, коллеги, которые участвовали в этой работе на разных ее этапах, одни сейчас с нами, другие уже по разным, так сказать, причинам нас покинули. И заодно хочу показать всех дорогих коллег по лаборатории эволюции органов чувств, которые, хотя и занимаются другими чувствами, но мы к ним питаем все очень теплые чувства все равно. Еще раз спасибо. Один вопрос. Михаил Леонидович, если вопросов нет в аудитории, я рискну вам задать один вопрос. Скажите, пожалуйста, это такая вот разница в соотношении чувствительности и быстродействия, она присуща абсолютно всем позвоночным или есть все-таки какая-то динамика различий для сумеречных и живущих при яркой освещенности, потому что чувствительность, она все-таки определяется потребностью какой-то функциональной. Нет, конечно, существует огромная вариативность в функциональных свойствах и внутри палочек, и внутри колбочек, и тут есть сильно разные колбочки, и сильно разные палочки. Но тут есть один очень важный момент, который я для скорости опустил. Это вопрос, можно ли создать универсальный рецептор? Можно ли избежать дуплексного характера сетчатки, а создать нечто, что будет работать одинаково хорошо и так, и так? И ответ пока, по крайней мере, нет, потому что эти попытки неоднократно предпринимались эволюцией. Классический пример во всех учебниках это ночной геккон, который перешел к ночному образу жизни из дневного и перестроил свои колбочки, превратив их практически в палочки, но не совсем все-таки в палочки. То есть еще ни у одного животного при переходах от дневного к ночному, от ночного к дневному образу жизни не получилось создать универсальный рецептор, который бы хорошо заменил и то, и другое. Но тогда встает вопрос, а нужно ли? Может быть, и не нужно, да. Спасибо. Так.